Части под влиянием эмоций Орбито-фронтальная кора играет огромное значение в реакциях, в ситуациях, предполагающих вознаграждение, поощрение, получение кайфа, максимального удовольствия Соответственно, если она воспаляется, это может означать как получение удовольствия, так и наоборот То есть, что человеку неприятно совершение этого действия, оно связано с максимальным неудовольствием У людей, отвечавших нет, не смогу это сделать, она была просто воспалена, она была раскалена, орбито-фронтальная кора У людей, отвечавших да, впоследствии, многие из которых были диагностированы как психопаты с большой долей Проявление психопатологии, она точно так же, как амигдала, вообще не включалась Работала дорсолатеральная кора мозга Дорсолатеральная часть Это ключевой центр, отличающий человека от других млекопитающих и даже от других приматов Наиболее развитая у человека дорсолатеральная кора мозга Это центр высших когнитивных функций Аналитика, логика, координация воспоминаний и вброс релевантных воспоминаний в процесс принятия решений Собственно, сам процесс принятия решений, это дорсолатеральная кора Но это решение, как бы мы сказали, рациональное, сугубо рациональное или когнитивное То есть, пятеро живое, один погиб, все, однозначно Плюс четыре У психопатов, почему я ранее сказал, что они скорее даже более рациональны, чем остальные люди И в некоторых ситуациях более полезны У них наибольшая активность проявлялась именно в дорсолатеральной коре мозга То есть, для них это было сугубо вопрос просто арифметики Пятеро живое, один нет И больше того... Лоботомию на наировне? Да, в том числе и здесь Ну, сейчас лоботомия это отдельная тема вообще Вот Есть еще между ними вентрально-латеральная Вентрально-медиальная кора Так вот, вентрально-медиальная кора У людей, которые отвечали нет на второй вопрос И при этом отвечали да На первый была максимально активирована И в 2009 году, когда проводилась Джошуа Грином и его команда это исследование Еще было относительно плохо известно о роли вентральной медиальной коры Во многом функции ее переплетаются И паттерны активации участия в нейронных проводящих путях Перекликаются с дорсолатеральной корой Но впоследствии удалось уточнить Это буквально исследование последних пяти лет Вот возглавляемое этой гарвардской исследовательской командой Это интегративный центр Выясняется, интегративный То есть он интегрирует, в отличие от дорсолатеральной коры Как эмоциональную информацию Так и рациональную информацию Соответственно, он более восприимчив к информации, поступающей от амигдал От эмоциональной информации Как бы Амигдал-френдли Вот В отличие от дорсолатеральной коры Которая является прямым антагонистом амигдал То есть, чтобы амигдал не говорили Дорсолатеральная кора В большинстве случаев отказывается воспринимать эту информацию Если она перевешивает Но если у человека достаточной мере развита Это центральная медиальная кора То она принимает на себя в подобных ситуациях Максимально эмоциональных Принимает на себя окончательное решение И поскольку она весьма восприимчива к действиям амигдал То она поддается этому воздействию И человек говорит Нет, не смогу Соответственно, у психопатов Не обязательно у психопатов Психопатия это спектр, как вы понимаете В современной даже психиатрии Можно их называть в цифрах От нуля до 33 по оксфордской шкале Кевина Даттона И от нуля до 40, по-моему По шкале канадской психиатра Боба Хейера Это специально разработанные опросники Об одном из которых я в самом начале упомянул Для диагностики психопатии Соответственно, мы все здесь присутствующие Все остальные люди где-то находимся на этом спектре По уровню психопатии Вот Но клинические психопаты Это люди, у которых Ну приблизительно по этой шкале С 29 показатель По этой шкале Приблизительно с 25 Их цифра Их итоговый бал суммарный Вот И вот люди, которые находились Не обязательно даже Вот В этой Красной зоне Просто не нашел Красную, оранжевую И вот в этой Совершенно не обязательно, что люди находились здесь Они могли быть и где-то вот здесь Или там Вот здесь, допустим По этой шкале Чтобы отвечать Да На второй вопрос Вот у этих людей Вентрально-медиальная Кора Точно Так же Демонстрировала Абсолютное молчание Амигдалы Орбито-фронтальная Кора Вентрально-медиальная У Тех, кто Соглашался Стопнуть Собстика на рельсы Они Не работали Не включались Зато включалась Как я уже сказал Активная Дорфилатеральная Туда Но это еще Не все Кстати, уже Без Надежно Просрочил Намеченное время И тем не менее Еще для затравочек Небольшое Согласение следует Вот Не случайно я упомянул О Поездной коре За последние 10-15 лет Такие исследователи Как Лори Кар Таня Зингер Борис Бернхарт Фредрик Девиньямон В частности Зингер и Бернхарт Представители Института Макса Планка Отделение Социальной И Когнитивной Нейронауки Человека Проводили исследования Продолжают проводить исследования Интенсивно В области Эмпатии Реакции на эмоциональные Стимулы Так вот Наибольший интерес У них выживает Именно Передняя Поездная Кора Это вот Цингулярная Кора Чередняя Ее часть В особенности И Небольшая Часть Коры Которая Называется Это Порманент А хотя здесь Называется Инсулярная Кора Она расположена Прямо вот здесь Она Билатеральная То есть Расположена С обеих сторон Парный Такой орган Ее называют Некоторые Называют Некоторые Школы Корой В некоторых Просто Инсулами То есть В переводе С латыни Острова Называется Это Островами Потому что Она расположена Глубоко В складках Мозга Глубоко В складках Она отрезана И от Цингулярной Коры И от Лимбической Системы И от Фронтальной Коры Отдельно Существует Такой Анклав В мозге Ее Суммарный Объем Составляет Нечто Порядка 20 Миллилитров Но Ее Значение Колоссально За Человек Вторая Кора Или просто Инсулы Или островки По-другому Головного Мозга Как выяснилось Играют Тоже Отнюдь Не последнюю Роль В формировании Эмпатических Реакций Основная Их задача Между прочим Но это Тема Другого Большого Обстоятельного Разговора Это Отвращение Испытание Отвращения То есть Например Фекалии Моча Для кого-то Кровь Рвота Гной Гнили И так далее Все эти образы Вызывают Отвращение У человека Физиологическое Отвращение Вызывает Даже Рвотный Рефлекс Но Что интересно Она работает Метафорически То есть Точно так же Она реагирует И на Этическое Отвращение Когда поступок Вызывает Отвращение Она активируется Точно Так же С такой же Интенсивностью С такой же Электроактивностью Как и в случае Если вы видите Что-то отвратительное Физиологическое Для вас Не случайно Еще не понимая Этого рациональности С научной Точки зрения В таких Идеологические Пропагандистские Продвинутых Странах Как Нацистская Германия Например Очень часто Использовали Вот эти ярлыки Когда говорили Это блевотина Человечества Это дерьмо И так далее Они Приклеивали ярлыки К группам Рекей Которых Необходимо Им было избавиться Они хотели Избавиться И соответственно Не зная Того Активировали Свою аудиторию Публики Немецкой Часто Если мы говорим О Германии Вот эту Инсулярную Кору И в последующем Когда речь Заходила Там Скажем О евреях Или о коммунистах О Гомосексуалах Или Об инвалидах О цыганах Всех тех Кого они истребляли У людей Подсознательно Воспалялась Инсулярная Кора Они испытывали Отвращения Впоследствии Многие Пережившие Нацистский режим И вспоминали Что они Они были Словно Зомбированными То есть Они не понимали Как они могли Это одобрять Как они могли Смотреть на это По крайней мере С безразличием А то и с одобрением Вот Собственно Вот ответ Как То есть Эти ярлыки Очень легко Цепляются И это Простейшая Элементарная Политическая Технология Манипуляция Общественным мнением Необходимо Сформировать Образ И здесь Появляется В том числе Вот этот Христианский Образ Он Возвращается К своим Снова Совершает Этот Поступок Потому что Пес всегда Возвращается На свою Плевотину И так далее Вроде бы Совершенно Безобидная Метафора В целом Но это Очень хорошо Запоминается Опечатывается Именно в инсулярной Коре И вот это Ничтожное По объему Казалось бы 20 мл Суммарно Часть Мозга Может влиять На принятие Эмоциональных Решений Точно так В некоторых Исследованиях Вот Юра знает Я В подробностях Ему рассказывал Об одном из них Скажем Испытуемым Студентам Аризонского Если Не ошибаюсь Университета Предлагали Подержать В руке Стакан Или горячего Кофе Или холодного Кофе А впоследствии Они не подозревали Об этом Это якобы Возникало Спонтанно Случайно То есть Один из экзаменаторов Просил Подержать стаканчик Пока они Заполняли Бланк Заполняли Анкету Вот Впоследствии Им Предлагали Краткое Описание Деятельности Неизвестного Им Человека И предлагали Десять вопросов Пять Из которых Касались Так или иначе Температурных Показателей То есть Откровенные Были вопросы Как вы думаете Скорее Горячий У него Темперамент Или холодный Способен ли он К состраданию К К участию К заботе О вас Или он Отстранен Он Эгоистичен Безразличен И холоден Все До единого Люди Державшие До этого В лифте Холодный Стаканчик Писали Что человек Холодный Скорее Холодный Безразличный К нему Невозможно Обратиться За помощью Те Кто Держал Горячий Стаканчик С горячим Кофе В течении Считанных Секунд Буквально В лифте От первого До четвертого Этажа Отвечали Что человек Скорее всего Горячий Теплый Он располагает К общению Наверное Он очень Восприимчивый К чужим Бедам При том Что вторая Половина Опросника Не Касалась Вот этих Метафорических Представлений О температуре И здесь И те И другие Отвечали Одинаково Совершенно То есть Они разошлись Именно Вот в этой Метафоре Температурной Соответственно Интулярная Кора Вот принимает И то и другое Как одно и то же Горячий чай И горячий И человек Давший вам Этот стаканчик Подержать Соответственно Тоже будет Для него горячим Ассоциативный орган Да 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 И Таким образом Легко манипулировать Как в одном направлении Так и в другом То есть Если например Вам Вы идете на собеседование Вы волнуетесь И вам необходимо Произвести положительные впечатления На экзаменатора Или интервьюера Вы можете это Совершенно спокойно Провернуть Просто взять с собой Горячий стаканчик С чаем Или с кофе И якобы так Ненароком Попросить его Подержать Некстрое время Вот и все Так вот Интулярная Кора Несмотря на свой Чрезвычайно малый объем Играет огромную роль В формировании Импэта Больше того Вот это делится В свою очередь На переднюю Срединную И заднюю Часть Инсулярная Кора И Разные Части Активируются При разных ситуациях И вот В последние Несколько лет Дискурс об эмпатии Скорее даже Переместился Вот в эту часть То есть Если с этим Уже более-менее Понятно С предфронтальной Корой Суботделами С амигдалами Все понятно То С цингулярной Корой И С инсулярной Корой Становится все Интереснее Интереснее С каждым годом И Таня Зингер Один из ведущих Специалистов По эмпатии В нейробиологическом Сообществе Занимается этим И Ежегодно Придумывает Все новое Разрабатывает Все новые Новые Сценарии Для новых Исследований Например Усложняя их Проверяя Способность Эмпатизировать Другим людям В разных Ситуациях Скажем И Выявляя Различия Скажем Гендерное Различие В одних И тех же Ситуациях То есть Реакции В одних И тех же Ситуациях В зависимости От Пола Человека И Вот В одном Из таких Исследований Проводившихся Таня Зингер В институте Макса Планка Людям Предлагали Сыграть Простейшую Элементарную Экономическую Игру Так называемую Суть Ее Не уточнялась Но Одни Люди Были Банкирами Своеобразные А Другие Отдавали Им Якобы Деньги Одних Людей Проинструктировали Отдавать Ровно Такую же Сумму Обратно Другим Людям Наказали Отдавать Меньшее Количество Денег Соответственно Те Кто изначально Им давал Свои деньги А потом Их забирал Понимали Понимали Что Одни Обманывают А другие Честны С ними И Впоследствии И тем И другим Отдававшим Деньги К ним Подключали Электроды И Подавали Напряжение На них Их было Током И тех И Других Соответственно Отдавали Меньше Денег Совершенно Безразлично Больше Базальных Гангли Лимбической Системы Один из Основных Компонентов Допаминергической Системы Которая Выстреливает Активируется В процессах Зависимости Формирования Зависимости И получения Удовольствия То есть У них Активировалась Вот эта Часть Как я ранее Уже упоминал За удовольствие У нас еще Отвечает И за поощрение Орбитно-фронтальная Кора Так вот У мужчин Видевших Вот эти Секундные Буквально Страдания Оттока Тех Кто Отдавал Меньше Денег Взамен Не только Почти не Активировались Эмпатические Зоны мозга Но активировались Зоны мозга Отвечающие За удовольствие То есть Это ощущение Возмездия Мести Так или иначе У них Прослеживалось У женщин Намного меньше То есть Женщины Намного сильнее Прошу прощения Женщины Намного сильнее Да Подъезжайте Женщины Намного сильнее Способны были Эмпатизировать Вне зависимости От того Меньшим Отдавали денег Обманывали Их Или нет У женщин Электроактивность В этих Учатках Мозга В этих Отделах У женщин Была Намного Выше Вот О чем Идет Речь То есть Мужчины Более Злопамятные Более Мстительные Оказались В этом Эксперименте И на Уровень Эмпатии Влияет Особенно Для мужчин В первую очередь Для мужчин Влияет Модулирует Его Честность Справедливость По отношению К ним Со стороны Контрагентов Что еще Можно сказать Скорее всего Да Дело в том Что здесь Еще Опять же Если возвращаться К психопатии Хотя я уже Завершаю Речь идет Об определенной Констелляции Генов Предрасполагающих В психопатии К агрессивному Поведению В частности Ген МАОК Его Разновидности Это Моноаминоксидаза Он Кодирует Выработку Объемы Выработки Моноаминоксидаза Моноаминоксидаза Это Так Называемый Ген Воина Называемый Ген Выражен У Психопатов Или Вот Вот этот ген Это Катекол О Метилфрансфераза Он Кодирует Фермент Выходя из Названия Метилфрансфераза Метилирующий Допамин Допамин Это нейромедиатор Химическое Вещество Выделяющееся При получении Удовольствия Человеком Или при Предвкушении Награды Предвкушении Это важно Что именно Предвкушении Вознаграждение Поощрение Вот Соответственно Вот это Вот СОМТ Метилфрансфераза Метилирует Разлагает Допамин У психопатов Это максимально Ингибировано То есть Заторможено Или подавлено И у них Максимальное количество Удовольствия Они получают Максимальное количество Удовольствия Как я уже упомянул Все эти регионы Мозга Которые связаны У нас с удовольствием Тесно связаны Еще С жаждой И ощущением Мести Вот Поэтому Психопаты Более склонны К этому У них Ингибируется Распад Допамина Поэтому Эти ощущения Держатся Дольше И формируются Намного Интенсивнее Чем у других Людей Это важно Понимать Что это Определенная Консталляция Генов Предрасполагающих Человека К определенному К определенной Модели Поведения Реакции В разных Общественных Взаимодействиях И ситуациях Но есть И эпигенетика Одна из Самых свежих Наверное Новых Молодых Научных Дисциплин Которая Разбирается В наборе Факторов Влияющих На генетику То есть Не меняющих Гены Это Не поменять Но способных Их Модулировать Или Модерировать Их действия Способных Воздействовать Так На гены Что Определенные Гены Скажем Больше Подавляются Или Практически Отключаются А другие Наоборот Выражаются Все сильнее И сильнее И вот Здесь же Снова В последние годы Выясняется Достаточно Любопытное Влияние Непосредственное Влияние На эти процессы Медитативных Практик То есть Мы это Можем поменять Но в худшую сторону Это может поменять Скажем Психологическая Или физическая Травма В детстве То есть Любой из этих Генов Их еще Здесь Десяток Или полтора Просто Неинтересная Тема Их Можно Поменять То есть Их можно Степень их выраженности Степень их проявления И влияния На человеческое Поведение Можно изменить Эпигенетически Завершая Подытоживаю Не случайно Я здесь Когнитивная Эмпатия Эмоциональная Эмпатия Эмоциональная Эмпатия Это То на что Повлиять А мы Как люди Заинтересованные В отказе От жестокости Нам это Особенно важно Понимать Что эмоциональная Эмпатия Это Такая разновидность Эмпатии На которую Очень сложно Повлиять То есть Если у людей Не активируются Вот эти Участки мозга Даже самыми Убедительными Аргументами Их сложно К этому Сподвигнуть Потому что Речь идет Об аффективном Состоянии Но Когнитивную Эмпатию Мы можем Поменять Потому что Когниция Рационализм Наш Она Программируется У людей В сознании Они не испытывают Когнитивной Эмпатии В отношении Животных Особенно Когда мы Говорим О скотобойнях Потому что Они убеждены Мы убиваем Животных Даже если Они Об этом Не рассуждают Вот так Хлокровно Слух Не анализируют Но им Внушили Что мы Их убиваем Это жертва Ради того Чтобы мы Выжили Мы жертвуем Ими 300 миллиардов Там Или сколько 150 миллиардов Там Ради того Чтобы 7 Миллиардов Жили Если мы Запрограммируем Их На то Что эта Жертва Совершенно Не оправдана Эта жестокость Не имеет Никакого смысла Что мы От этого Не только Уничтожаем Этих Существ Причиняем Боль Им боль Но и Вредим Себе И своему Здоровью При этом То есть Когнитивная Эмпатия Сформируется Очень просто Будет Активироваться Вовремя И люди Постепенно Откажутся От этого Это то На что Можно И нужно Влиять Убить Нет Бить их Нельзя Нежелательно Вот Ну и Пожалуй В это тоже Все таки скажу Что Еще Такой Пост Диктум Что Эмпатия Сострадание Это разные вещи Эмпатия Это Аффективное Состояние Которое Изометрично То есть Зеркально Аффективному Состоянию Возникающему Человеку Испытывающему Скажем Боль Или испытывающему Определенную Эмоцию И мы его Отзеркалью Отражаем Это Эмпатия Но Сама По себе Она Нейтральна То есть Она Ее Можно Как я уже Упоминал Применять И для Деятельного Сочувствования Другим Живым Существам Так И В коварных Корыстных Целях Осознавая Что Человек Чувствует Манипулировать Его Чувствами И Использовать Объявленные Махинации И Эмпатия Скажем Это Она Не Тождественна К Состраданию Почему Да потому что Эмпатия Это всего лишь Навсего Отражение Если человек Нам завидует И если мы Включаем Эмпатию Означает что Мы должны Ему завидовать В ответ Это Зеркальное состояние Но мы Можем Ему Не завидовать Это Абсурдно Совершенно Мы Можем Его Успокоить Сказать ему Потому что вместо Того чтобы Завидовать Он Он сам Способный У него есть знания Есть умения Таланты Он может Их развивать И добиться Еще большего Чем Добились мы И это уже Будет сострадание То есть Это не зеркальное Состояние А это Такая Деятельная Любовь Поддержка И забота Динамика Да Это более Глубокое Более важное Более сильное Чем Эмпатия Состояние Вот И это конечно Развивать Это очень важно Но Еще раз Миллион раз Почерпну Что если У человека Отсутствует Эмоциональная Эмпатия В силу Некоторых Нейрологических Генетических Эпигенетических Процессов То ее Развить очень сложно Но когнитивную Эмпатию Мы можем Я бы сказал Даже При возможности Должны Развивать В людях Тем более У нас На руках Факты И этого Вполне Достаточно Для ее формирования И поэтому Процесс Перехода В частности К более Отечному Образу Жизни В принципе Не так уж Сложно Учитывая Все эти Новейшие Знания И разыскания Спасибо за внимание Спасибо Спасибо Извините Так долго